Доходы областного бюджета вырастут на 4 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование – результат плодотворной работы с федеральным центром. Это позволит направить средства на закупку лекарств для льготников, приобретение жилья для детей-сирот и на решение проблемы дольщиков. Предлагаю голосовать, кто за то, чтобы принять изменения бюджета. Поправки в закон о бюджете региона члены правительства приняли единогласно. Теперь документ рассмотрят депутаты областного парламента. Доходы казны в этом году увеличатся больше, чем на 4 миллиарда рублей. О том, что Ульяновская область добилась дополнительной финансовой поддержки, изначально заявил Алексей Русских. Это помощь дополнительная федеральная, которая поступила нам с ростом, по сравнению с прошлым годом, почти на 17%. Это значительная величина, благодаря работе с федеральным центром. И, соответственно, все направления расходов мы, конечно же, в тесной работе с депутатским корпусом определяли основные направления, схода данных средств. На развитие ЖКХ выделено больше миллиарда рублей. Четвертую часть суммы направят на восстановление прав участников строительства проблемных объектов, где застройщики признаны банкротами. 100 миллионов потратят на софинансирование регионального проекта «Оздоровление Волги». А на 95 создадут в Димитровграде объекты инженерной инфраструктуры. Но одной из приоритетных задач сегодня является предоставление жилья детям-сиротам. Решением губернатора и правительства мы планируем дополнительно к уже имеющим средствам 155 миллионов рублей направить. Это позволит дополнительно практически 70 ребятишек приобрести жилье и расселить по исполнению нашей программы. На 622 миллиона увеличат финансирование сферы здравоохранения. Средства направят на обеспечение льготников лекарствами, приобретение медоборудования и строительство инфекционного корпуса областной детской больницы, которую к тому же капитально отремонтируют, обновят и центральную медико-санитарную часть. 309 миллионов рублей пойдет на увеличение территориальной программы, то есть на увеличение коэффициента тарифа на неработающее население. Также финансирование будет направлено на укрепление материально-технической базы и на лекарственные препараты. Дополнительные финансы получат и другие сферы – социальные, спортивные, культурные и транспортные, а на развитие образования направят больше 900 миллионов рублей. Артем Петров и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.